Ирина Абрамова Сулова видела в декабре, в день, когда Нигару выкрал бывший супруг женщины и увез в Атырау, говорит безутешная мать. Два года я судилась. Потом 14-го года, 3-го декабря я в Атырау пошла с адвокатом, с сестрой. Мы троем пошли и взяли, поехали и взяли дочку. И 21-го декабря 6 часов вечером он перелез через забор и украл. Руслан зашел, где Нигара, где Нигара. Я смотрю уже Руслан. Я не думала, что он украдет. Вот Нигара спит, сказала. Встала сразу, оставила даже намаз. И вот Нигара спит. И сразу он дочку забрал и сразу вышел. Я хотела держать, поддержать. Он толкнул меня. В тот же день Ерисай написала заявление в полицию и районную прокуратуру. Однако там, по ее словам, жалобы принимать отказались, мотивируя тем, что отец имеет такие же права на ребенка. Но у женщины на руках решение ювенального суда, согласно которому дочка должна жить с матерью. Эти документы в телефонном разговоре с редакцией 7 News бывший супруг назвал подделкой. Такие случаи, к сожалению, нередки, заявляют общественники. Несколько раз в неделю им приходится сталкиваться с тем, что родители не могут поделить детей без скандала. У нее есть процессованный документ в виде решения по тому, что с ней должны проживать дети. Следовательно, это документ, который должен исполняться. Это решение от имени Республики Астан, которое должно надлежащим образом исполняться. Именно поэтому Ерисай готова идти до конца и уже отнесла новое заявление в Южно-Казахстанскую областную прокуратуру. Ирина Абрамова, Бахадар Тажибаев, Виталий Заянтинов, 7 News, Шимкент. Чтобы разобраться в ситуации и расставить, так сказать, все точки над «и», мы обратились за помощью к юристу Корчагину Олегу Викторовичу сегодня. Он у нас в гостях. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Ну вот, исходя из того, что мы сейчас только что с вами видели, можно ли сделать какой-то вывод по поводу того, насколько правомерны действия бывшего супруга? В общем, если исходить из того, что имеется решение суда об определении места жительства ребенка, действия его правомерными назвать нельзя, несмотря на то, что он является полноценным родителем, он не лишен родительских прав, также не лишен своих обязанностей по воспитанию ребенка, то он может это все осуществлять. Но исходить из того, что решение определило, в общем-то, что ребенок должен жить с матерью, то, естественно, необходимо ее согласие для того, чтобы ребенок мог посетить своего отца, то есть пожить какое-то время у него. Ну а в данном случае, получается, какое наказание грозит ему? Наказание никакого не предусмотрено административным законодательством, тем более уголовным, конечно. То есть, по факту, решение суда есть, но никак исполнить его невозможно? Да, это, в общем-то, не навод, когда есть решение судебное, а инструментов его исполнения, обеспечения его исполнения, в общем-то, нет. У матери есть право, конечно, обратиться к тому же его участковому по месту жительства отца, с ним прийти, сказать, вот у меня есть судебное решение, поэтому ребенок должен жить со мной, он у меня согласия не спросил, забрал. Как вернуть ребенка? Ну, если опять вернуться к кодексу о браке и семье, там написано, что родители должны соблюдать эти судебные акты. Если не соблюдает, то в судебном порядке... То есть, нонсенс опять получается? Да, конечно. То есть, нужно вновь обратиться с иском об истребовании ребенка и другого родителя. Но это не один день и даже не месяц, да? Спасибо вам, Олег, за такой хороший, развернутый комментарий. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...